Всем привет! В этом видео я вам покажу, как сделать такой эффект, а перед началом я вам хочу посоветовать курсы компьютерной графики XYZ. Недавно я сделал свою первую нормальную модель для спецэффекта, и хоть я уже умел моделить и текстурить, без советов опытных моделлеров, я бы не сделал и такое. И для тех, кто хочет начать профессионально заниматься моделингом, отлично подойдут курсы школы XYZ. Вы изучите все этапы трипола пайплайна, начнете с правильного сбора референсов, а продолжите пониманием и построением силуэта, научитесь быстро понимать механику модели и покрасить ее геометрию. Вы сделаете готовый драфт модели и попробуете его в контексте, а после вы разберетесь с разверткой с запеканием и текстурированием геометрии, чтобы подготовиться к работе в геймдеве. Курс отлично подходит для начинающих и может стать стартовой точкой для входа в геймдев. Преподаватели этой школы – практикующие дизайнеры с огромным опытом, которые работали над такими проектами, как Love Deaths and Robots, Call of Duty, Infinite Warframe, Subnautica, World of Tanks, War Thunder, Great Champions и Blitzkrieg 3. После каждого занятия студенту выдается домашка. Каждый студент получает индивидуальный фидбэк от преподавателя, как в студиях. В финале обучения вы создадите свой проект по ТЗ реального заказчика, студии и партнеров. После успешной презентации работы вас пригласят на собеседование. Студенты XYZ работают в Ubisoft, Battlestate Games и еще куче крутых компаний. Записывайтесь на курс по ссылке в описании и по правом коду rvgmart у вас будет скидка 10%. И перед созданием эффекта я вам хочу показать, как создать некоторые текстуры. Такие текстуры, как пузырьки и разметая точка, сделать довольно легко, поэтому я не буду показывать, как их делать. Текстуру травы можно найти в интернете, а не обязательно, как я, использовать черно-белую. Текстура дыма подойдет абсолютно любая, а вот с остальными уже посложнее. Например, вот эту текстуру, как и эту, я похожим образом рисовал в фотошопе. Для этого я сделал градиент, зашел фильтр, искажение, волна и сделал вот такой вот эффект. Дальше с помощью фильтра, искажение, полярные координаты я закрутил. И потом просто с помощью обычного разметия пальцем я редактировал эту текстуру. Со второй текстура немножко посложнее. С вот этой. Вот она так выглядит в эффекте. Она создает небольшой шум вокруг болота. Я ее создал с помощью Substance Designer. Это вот такие ячейки, которые перемножены друг с другом. Они разных размеров. И также они перемножаются с вот таким вот разметым кругом, чтобы по бокам текстура была прозрачной. Потом я эту текстуру добавил в фотошоп. И к основной вот этой текстуре я добавил верх, то есть верхние значения шума фотошопа. Ну и я раскрасил их в зеленый цвет. После чего я копировал их, сделал фильтр разметия по гауссу. И также перемножил через линейный осветлитель. Сам эффект состоит из нескольких частей. Сами по себе они очень простые, а в целом образуют вот такой вот красивый эффект. Первая часть это трейл, который следует за руками. Это просто частицы дыма и искр, которые вылетают из руки. Длится этот эффект 1.2 секунды. Столько же длится и анимация. Эти два эффекта я добавил на каждую руку. То есть они одинаковые. Основной эффект состоит из вот такого затемнения фона. То есть без этого эффект будет не очень-то и красивым. Далее идут вот такие вот шумы, которые расходятся от персонажа. Это просто частицы, которые выпускаются через каждую секунду. И их размер со временем увеличивается и прозрачность уменьшается. Само собой они имеют локальный рендер alignment, чтобы не поворачивались вслед за камерой. Также я выставил им sorting footage на 2, чтобы они перемещались на задний план. То есть чтобы частицы дыма были спереди, а вот этот эффект, что на земле, был на заднем плане. И для основной вот этой частицы, которая на полу, я сделал рендер sorting footage на 5. То есть максимальный в этом эффекте, чтобы вот это затемнение пола было на самом заднем плане. Вслед за дымкой на полу идут обычные частицы дыма. Вот такие яркие частицы дыма я выставил в форме конуса. И они появляются только по краям, а не в центре, из-за того, что значение Radius Sigma стоит на 0.7. То есть если я поставлю единичку, они также будут появляться и в центре. Кстати, вы можете заметить, что я поворачиваю эффект не с помощью Rotation Transform, а с помощью Rotation во вкладке Shape. Далее идет вот такой дым в центре, который окутывает персонажа. Чтобы придать этому эффекту, то есть чтобы сделать его более живым, я сделал ему вращение с помощью Rotation Over Love Time. Вслед за частицами дыма идут вот такие вот пузырьки, которые появляются на болоте. У них нулевая скорость, они просто появляются на месте, и их размер со временем увеличивается, а прозрачность уменьшается. Размер их в конце времени увеличивается максимально, чтобы сделать как бы эффект взрывания вот этих пузырьков. И я выставил им случайный цвет. Далее идут вот такие вот частицы. Как вы могли заметить, они вот не прямо летят вверх, а они колебаются влево, вправо, вперед, назад. Сделаю это с помощью Velocity Over Love Time, а не с помощью Noise, потому что это более оптимизировано в плане геймплея. А чтобы они вот так мигали, я сделал им изменение размера со временем жизни. То есть их размер то увеличится, то уменьшается с помощью вот такой кривой. А чтобы эта кривая была вот такая вот ровная, для всех точек я выставил Boss Tangents Linear. Частицы шума на земле придут эффекту некой такой загадочности. Они появляются в форме конуса, и я выставил им радиус Sickness на 0.7, чтобы они не появлялись по центру. Само собой они имеют Render Alignment Local, чтобы они не были направлены передом к камере. Трава в эффекте также сделана с помощью частиц. Вы вот можете заметить, что она немножко шатается. Вот. Это сделано с помощью эффекта шума. То есть я выставил это значение почти на минимум. И выбрал качество низкое, чтобы этот эффект, то есть эта часть эффекта не нагружала игру. Это стреча от билбора частицы, и они появляются в форме конуса с радиусом, то есть с углом наклона 0. Это означает, что они будут направлены вверх, если выставили значение скорости минус 1, или вниз, если выставили значение плюс 0.01. Без этого значения, то есть без вообще любого значения скорости, они просто отображаться не будут. Так как имеют Render Mode, стречат билборд. Они вынесены на задний план за дым, потому что имеют Sorting Fudge единичку. Это и означает, что они будут перед дымкой на земле. Появление эффекта я сделал с помощью разлётов частицы дыма и флэша. Дым разлетается в форме полусферы. И изменяет свой размер со временем. Со временем он становится больше и уменьшается прозрачность. То же самое и с флэшем. Флэш это одна частица, которая живёт 0.3 секунды. Её размер со временем увеличивается, а цвет, то есть прозрачность уменьшается. Все эти отдельные компоненты системы частиц образуют цельный эффект. Кстати, я бы не делал видео в таком формате, если бы не выложил эффект бесплатно на патрон. Так что качайте, смотрите как он сделан. Также вы можете использовать его в коммерции. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok